наверное это будет самый длинный ролик из всех которые я записывал но я все равно один раз его запишу потому что периодически у меня возникают такие вопросы от подписчиков и вот буквально недавно опять очередной подписчик моего канала под ником андрей попросил меня убедительно рассказать об иммиграции я понимаю что это будет может быть 151 или 560 ролик на youtube об иммиграции но тем не менее не могу обойти просто без внимания постоянно как-то игнорировать эти просьбы я постараюсь подойти к этому вопросу несколько с иной стороны и хочу если все получится сделать вторую часть где подойду конкретно каким-то техническим вопросом непосредственно связанным уже с людьми которые переехали в страну а сейчас я хотел бы поговорить об очень важном моменте о подготовительном этапе и так называемом этапе осознания проблемы я думаю для того чтобы начать делать какие-то шаги вы должны с началом ответить себе на вопрос являетесь ли вы вообще иммигрантом потому что мыслью об иммиграции заняты очень многие люди сейчас по статистике 53 процента населения россиян так или иначе задумывается об иммиграции то есть представьте больше половины населения играют в голове с этой мыслью но при этом ничего не изменится из этих 53 процентов населения иммигрируют как и раньше и сейчас и после только 3-4 процента населения вообще эта цифра между прочим не меняется почти ни в каких странах единственная она увеличивается в странах где происходят военные конфликты но вот например как в сирии тогда люди уже не просто иммигрируют они бегут из страны а сейчас я говорю просто об нормальной миграции иммиграция есть и в развитых странах то есть во франции германии сша есть уже люди которые из благополучной своей страны тем не менее собираются и уезжают в какую-то другую страну я думаю на начальном этапе чтобы не наделать всяких глупостей необходимо внутренне успокоиться например понять такую вещь что вы никакой не отщепенец никакой не отброс общества и тем более никакой не предатель если вы решите иммигрировать из страны почитайте биографии великих людей очень многие люди те времена когда это было еще очень сложно тем не менее иммигрировали вот это отношение к иммигрантам как предателям пожалуй существует только в россии в остальных странах к этому относятся совершенно спокойно особенно сейчас очень многие люди перемещаются из одной страны в другую например германии есть отдельные каналы где там просто рассказывается разных странах и возможностях иммиграции в различные страны это может быть и колумбия это может быть и южная корея и каждый раз рассказывает очередную историю кто куда уехал и кто как устроился то есть люди спокойно смотрят на это поэтому я бы посоветовал не стесняться не прятаться а успокоиться внутренние и спокойно идти к своей цели то что вы поставили впереди себя в качестве того чтобы поменяете место жизни это всего лишь ваше личное решение кстати люди могут уезжать ну например даже по такой банальной причине как климатические условия но вот надоела постоянная зима или например есть аллергия на холод если такое человек не может больше находиться в этих условиях ему нужен морской воздух или песок или сухой климат или наоборот влажный климат поэтому может быть и такая причина вот кстати о климате я бы подумал прежде всего когда вы начнете выбирать страну куда вы будете перемещаться если у вас нет какого-то конкретного плана то начинайте отталкиваться именно от климата я например человек которому нравится лес дождь зима осень больше чем лето и поэтому я чувствую себя в германии хорошо мне нравится воздух мне нравится дождь когда дождь идет у меня нет депрессии или там падает настроение наоборот я чувствую себя очень хорошо и у меня такое рабочее состояние к сожалению сейчас дождь германии идет все меньше и меньше но я просто привожу пример а вот когда я еду в отпуск куда-то в италию или в испанию мне достаточно двух-трех дней и потом эта жара начинает меня выматывать я не могу долго находиться хоть там красиво плещется море замечательные люди и пальмы и все но долго находиться этом не могу тем не менее у меня есть друг который живет на юге италии ему как раз нравится что у него там террасе стоит пальма что он весь год ходит в шортах и в сандалях поэтому серьезно подойдите к этому вопросу подумайте о том что страна которую вы выберете вы может быть при положительном раскладе событий вы там проживете остаток своих дней вообще чтобы точно понять правильно ли вы поступаете задайте себе такой вопрос видите ли вы себя и эту страну скажем через 30 лет если отвечая себе на этот вопрос вы вполне видите какие-то перспективы ну например я не знаю вы прикупили себе участок хотите планируете построить дом у ваших детей светлое будущее ваши родственники или друзья занимаются успешно бизнесом у вас хорошие примеры перед глазами то тогда даже не дергайтесь оставайтесь на том месте где вы живете и просто живите и решайте свои проблемы так как если вы переедете в другую страну совсем от проблем вы не убежите там все равно придется как и всем нам всю жизнь что то решать речь о том будет ли у вас вашей стране хоть какая-то перспектива или например вы видите что вашей стране уже построена некая кастовая система и скажем вашим детям никогда не пробиться на более менее приличные места или сделать какую-то карьеру и хотя бы не влачить нищенское существование или например вы живете в регионе где или вместе где вы чувствуете себя небезопасно вы о чем-то беспокоитесь еще один важный момент который бы я не спрасывал со счетов как причину для эмиграции это вопросы связанные со здоровьем например есть заболевания с которыми в россии жить тяжело и в то же время есть страны где уже давно перешагнули эту проблему вот скажем для больных с сахарным диабетом насколько я слышал в россии медикаменты связанные с инсулином не очень высокого качества то же время я встречал человека здесь который эмигрировал из москвы и он был очень счастлив к тому что он здесь живет и он говорил что его жизнь здесь качественно изменилась во первых он получал все медикаменты бесплатно во вторых он чувствовал себя от них гораздо лучше и третье что он не говорил что здесь отдельные магазины с диетическим питанием возможно они есть и в россии но он именно хвалил рацион и цены и то что он здесь себе может подобрать оптимальное питание некоторые болезни связанные с пороком сердца оперируются в россии все еще недостаточно успешно особенно это связано с пороком сердца у детей а в германии или тем более в израиле уже достаточно успешно с этой проблемой справляются также например у моего друга умерла мама от рака груди конечно понятно от рака умирают везде но например в германии сейчас уже в семидесяти процентах случаев излечивают рак груди я слышал что в израиле эта цифра еще выше могу привести на своем личном примере такой маленький пример но это пример из реальной жизни у меня когда-то была проблема с желудком предполагали что это язва желудка по крайней мере предполагали это в россии потом в германии я приехал и пошел к врачу меня отправили на исследование и выписали мне какой-то медикамент сейчас я уже не помню его название я просто пошел в аптеку купил его за 10 евро пропил этот курс причем я сразу заметил облегчение то есть мне должен был пить две таблетки и вот где-то через два-три дня у меня уже вообще не было никаких неприятных ощущений прошли все боли кто мучается желудком те знают как это неприятно чтобы ты не поел все время тебе не хорошо и вот я пропил этот курс зашел потом в интернет и хотел поискать информацию узнать знают ли об этом медикаменте в россии я был просто поражен когда я нашел на разных форумах связанных со здоровьем где люди писали что они с огромным трудом достают этот медикамент причем не сам немецкий препарат а всего лишь его какой-то аналог и платят за него 100 200 долларов не писала одна женщина у которой муж очень много лет мучается язвой желудка очень худой ничего не может есть и она говорила что если им каким-то образом удается за эти деньги этот препарат найти то они просто счастливы на какое-то время он забывает о своей болезни я сидел ошарашенно смотрел на экран и думал боже мой а я просто пошел в аптеку купил за 10 евро проделал этот курс и мог бы его повторить бесконечно сколько мне это угодно вот такие казалось бы мелочи но когда это связано со здоровьем людей это уже не мелочи какой-то стране вам необходимо бороться за это каждый день а в других странах это может быть достаточно легко разрешимой проблемой или например случай который я могу описать в отношении моих знакомых они усыновили ребенка мальчик из города самары этого мальчика никто не хотел брать ему было два года и он не ходил говорили что он так и не будет ходить они решили его забрать два или три раза не туда летали оба делали подарки большие этому детскому дому все это стоило денег конечно затратили кучу нервов собрали все документы их очень сильно проверяли этот мой знакомый шутил что как будто бы собирается запускать в космос он инженер высокой квалификации его жена педагог но ему приходилось все доказывать в отношении себя и вот когда они все-таки получили этого мальчика они привезли его суда его звали илья здесь его переименовали как иешуа его сразу прооперировали и вот я сейчас могу сказать он в этом году идет в школу прекрасно ходит не только ходит он играет футбол и когда ты на него смотришь как он бегает катается на велосипеде то тебе даже не приходит мысль в голову о том что где-то когда-то в россии на него поставили крест и говорили что он ходить никогда не будет вот если у вас есть какие-то вот такие проблемы которые вам очень тяжело решать своей стране то вы потенциальный иммигрант для меня очень важным фактором на будущее моих детей потому что я думал о том что у меня был дядька который рассказывал мне что он когда-то 60-х и 70-х годах очень сильно хотел уехать тогда и совка но потом не решился и всю жизнь об этом жалел так вот я думаю так что если вы сейчас сделаете этот шаг вы можете думать еще о том что вы наконец делаете то что возможно хотели сделать ваши родители и вы как бы это делаете не только для себя но и для будущих ваших детей или для детей которые у вас уже есть потому что для них это будет совершенно другая стартовая площадка вы приезжаете к взрослым человеком вам придется с большим трудом изучать иностранный язык интегрироваться искать работу но вот для них уже все будет в облегченном варианте я могу сказать по своим детям потому что они чувствуют себя в этой стране ну абсолютно комфортно они не представляют даже себя вне этой страны и когда я наблюдаю как проходит их жизнь как они в школу ходят что они здесь имеют вообще как протекает их детство я понимаю что то что я сделал это было очень правильно моя дочь когда она впервые попала в россию уже она чуть-чуть подросла и она одна поехала туда на две недели потом она вернулась назад и она сказала такую вещь она сказала да все было хорошо все классно хорошие люди меня хорошо встречали но сказала она я понимаю почему-то оттуда уехал вот она не стала ничего комментировать она просто сказал я понимаю и сказал спасибо что ты меня оттуда вывез то есть она еще ребенок но тем не менее все равно она где-то почувствовала или что-то увидела там такое и она поняла что ей там не место поэтому если у вас есть дети или вы планируете завести детей вот подумайте о том что может быть вы это делаете не только для себя но и для другого поколения который уже будет жить совершенно других цивилизационных условиях предположим что вы ответили на все вопросы предположим что вы абсолютно точно уверены что вы хотите уехать из этой страны тогда наступает следующий этап и самый главный чему вы должны приблизиться вплотную это изучение языка запомните в новой стране у вас на первом месте будет не проблема с деньгами не проблема с трудоустройством не какая-нибудь ностальгия самая главная проблема который у вас всплывет это знание языка если вы приедете с деньгами но без знания языка вы хуже устроитесь чем вы приедете скажем со знанием языка но без денег потому что если вы знаете язык хотя бы на каком-то базовом уровне вы можете быстрее найти работу чем вы приедете сюда и будете изучать язык на месте для этого потребуется много времени я предлагаю произвести следующие действия найдите телевидение той страны куда вы собираетесь переместиться пусть это будут каналы на французском немецком испанском что вы там для себя определили и почаще когда вы находитесь дома и просто присутствуете в этом помещении включайте это телевидение неважно при этом что там идет фильм детская передача развлекательное шоу вам самое главное нужно на первом этапе определить для себя не раздражает ли вас этот язык приятно ли вам его слушать не бесит ли вас сама мелодика этого языка окей на первом этапе возможно ничего не понимаете самое главное что вы должны зафиксировать для себя в этот момент это ваши личные ощущения если язык который вы слышите вас бесит то скорее всего у вас будут проблемы с его изучением идеальное состояние должно быть такое когда вам приятно эта мелодика вы с удовольствием слушаете людей говорящих на этом языке вы прислушиваетесь к отдельным словам и у вас возникает желание найти значение этих слов то есть у вас возникает интерес потому что потом вас этот язык будет окружать постоянно это будет язык на кромку говорить ваши соседи ваши коллеги где бы вы не были прийти на станцию заправки вы будете ехать в автобусе в ресторане везде люди будут обращаться с вами именно на том языке который вы сейчас слышите из телевизора поэтому спросите себя каким языком вам бы хотелось говорить будущем доктор субтитры для вас Продолжение следует...